Ифана Редкач проведет следующий бой с мексиканцем Хосе Сипеды. Бой пройдет 6 сентября в Тимилуке США. Его будет показывать Дозоун. Оскар Далахой озвучил имя потенциального соперника Хайми Мунгии. Что вы думаете насчет боя Хайми Мунгии и Калиба Планта? Всем привет! Вы на канале Воин. Без лишних слов погнали! Российский боксер Саур Абдулаев в сентябре в Челябинске пройдет отборочный поединок с авакантное второе место в рейтинге IBF в легком весе. В прессе-релизе отмечается, что IBF впервые с февраля 2022 года санкционировала проведение поединка. По своей версии в России, Абдулаев занимает шестое место в рейтинге организации, а его соперник аргентинец Хуан Хавер Караско 11. Перспективный кубинский боксер Ослейс Иглесиас пройдет поединок против Сена Акбеку 17 августа в Квебеке. Возглавит вечер бокса поединок между Кристианом Имбили и Сергеем Деревиченко. Арсенбек Махмудов с рейса в ринге с Гвидо Вианелло. Стало известно, когда Давид Бенавидес вернется на ринг. Мы отправили в WBC письмо с требованием устроить обязательный бой с Канело. Мы готовы драться в сентябре, если Альварес захочет. Если же нет, то Давид в декабре или около того готов поддраться в рамках полутяжелого веса. Сейчас решение за Канело, хочет ли он боя. Уильям Сипеда выскался в адрес Василия Ломаченко. Мы знаем, что стили делают бои, а мой стиль агрессивный. Ломаченко известен как кумир миллионов, так что я мечтаю выйти в ринг и сразиться с этим идолом, потому что я сам хочу стать таковым. Я уже встречался с отличной оппозицией и принадлежу к топам дивизиона. Мы смотрим в сторону титульного боя. Многие скажут, что против Камбососа мы видели старого доброго Лому. Но нет. Это по-прежнему очень хороший боксер высочайшего уровня, который дрался с тем, кто уступает ему в навыках. Я уже знаю, что продвигая бои Василия Шакуром или Джерлонтой, все будут твердить, что прежний Ломаченко вернулся. Но это не так. Это просто лучшая версия Ломы, которая сейчас возможна. Однако этот Ломы все еще может победить Дэвиса или Стивенсона, потому что он очень умен. Думаю, бой будет равным. Но склоняясь к победе танка Дэвиса, мне кажется, у него теперь достаточно опыта, чтобы выйти против Ломаченко. Бой между Шакуром Стивенсоном и Артемом Арутиняном стал самым популярным боксерским событием на американском телеканале ESPN. Средняя аудитория боксерского поединка по линии телеканала ESPN составляет 1 миллион 180 тысяч. Пиковые – 1 миллион 250 тысяч. Бой между боксерами продолжался все 12 раундов и завершилась победой Шакура, единогласным решением судей. Никто не смотрел это унылое дерьмо. Сколько у его соперника было побед? Типа 12? Это последний бой Шакура стоп-рэнк, так что с катертью дорога. У парня за плечами много наград, но он сам вешит свою судьбу. Если он не смог прикончить Арутиняна, то это его дело. Шакур всегда говорит, что у меня не было достойных соперников. Но он не только ни с кем не дрался. Он не может прикончить своих оппонентов. Не говори ерунды, если не знаешь, как подтвердить свои слова. Желаю ему всего наилучшего. Рой Джонс рассказал, что думает про Бетербиева и Бивола. Могу сказать, что это будет один из самых крутых боев всех времен. Бивол и Бетербиев – оба непобежденные, отличные боксеры. У каждого из них свои сильные стороны. Бетербиев очень силен, физически у Бивола мне нравятся боксерские скиллы. Сложно сказать, кто победит. У меня нет фаворита. Оба для меня как братья, я люблю их обоих. Ну, здесь два разные стиля, так скажем. Здесь только умный боксер выиграет, я думаю. У Димы все есть по плану, так скажем. Сейчас Дима у меня одной командой боксером, поэтому я болею за Бивола. Знаешь, в боксе, ну вообще-то в спорте такие случаи часто будут, но никто не страхован, да, так скажем. Ну что, рад, что он провел бой, хороший бой еще, встряхнулся. И я думаю, иншаллах, следующий бой будет с Бетербиевым. Фрэнк Уоррен ответил критикам Тайсона Фьюри. Я не понимаю, о какой искуплении вины они говорят. В том бою ничего не было, за что Тайсону должно быть стыдно. Один судья отдал победу Фьюри другой Усику, а третий в ту же сторону с перевесом в три очка. Кто бы что ни говорил, это был близкий бой. Никакого искупления не требуется. Другое дело, если бы Тайсон проиграл с большим перевесом или был нокаутирован. У него были проблемы в девятом раунде, но Фьюри справился с ними. Тайсон хочет провести реванш не просто так. Он знает, что выиграет этот бой. У нас получился великолепный первый поединок между двумя супертяжеловесами мирового уровня. Мне не важно, кто ты и как хорош. Если у тебя нет дисциплины, ты никто. Ничто. Потому что ты сдаешься при первой же трудности. Дисциплина – это делать то, что ты ненавидишь, но так, словно ты это любишь. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok